Единственный момент, что когда закончится конференция, видео будет конвертироваться и не закрывает окошко, потому что тогда оно не сохранится. Окей. Так, кто-то видит значок, пошла ли запись, я нет. Да, все есть. Да, да, да. Прекрасно, отлично. Том, наверное, начну свою прелюдию. Вот. И на самом деле, чтобы понять, что происходило в Иерусалиме в последние несколько дней, я бы даже сказал, пару недель, и что послужило причиной чему, на 100% мы не знаем, но мы можем предположить. И да, не секрет для вас, что на территории Израиля проживают разные люди, и, конечно же, большинство населения – это еврейское население, но при этом тут есть более 20% нееврейского населения, большинство из которых – это арабское население. Арабы – мусульмане в основном, но и арабы – христиане тоже. И, в общем-то, по большей части за последние 73 года было все хорошо и нормально. И даже арабы, которые оказались гражданами Израиля с 1948 года, со временем поняли, что это очень большой бонус и большой плюс. И вот как раз сейчас кто-то там сумеет, так что выключайте звук. Наска там. Дань, дань, полюби микрофон. Спасибо. И я просто на секундочку напомню, что в 47-м году ООН, получив от Британии… Сейчас возьмем. Я только выложу оттуда ключи сейчас. Можешь сам выключить? Сейчас попробуем, кого надо отключать. Даниил Циринский. Секунду. Выключить звук. Сейчас, минуточку. Выключил. О, получилось. Вот. То есть, в принципе, в 47-м году был план раздела Палестины на два государства. Мы с вами знаем, так как ездили на Таглид, ну, по крайней мере, вы, что еврейская сторона, при том, что план был очень плохой, приняла, арабская не приняла. И, собственно, могло быть два государства, но их не получилось, потому что арабские палестинские лидеры не согласились. И началась война. В эту войну в тот момент начали как раз те, кто не приняли этот план. И, собственно, не получилось второго палестинского государства. Не получилось его до сих пор, да, то есть его нет до сих пор. Но это уже отдельная история и не тема нашего сегодняшнего дня. А вот фрагмент, кадр из 67-го года. Это купол над скалой, золотой купол над стеной плача на храмовой горе, когда израильтяне, сами того не ожидая, присоединяют восточный Иерусалим со старым городом. И, в общем-то, уже тогда Израилю понятно, что мировое сообщество будет давить, что вот мы завоевали, присоединили. И когда израильский флаг ставят на мечеть, Моше Даян говорит, когда заходит на храмовую гору, быстро-быстро снимайте флаг, нам не нужны ни санкции, ничего, нам нужно быть очень осторожными. А санкции тогда гораздо более страшны, чем были, чем сегодня. Сегодня к Израилю, хоть в это сложно поверить, гораздо более лояльно относится мир, чем 50 с чем-то лет тому назад. Ну и вот два логотипа двух движений, двух организаций. Одна называется Фатах, она возникает в 1959 году, в Кувейте. Вторая – это Хамас, который возникает здесь в 1988 году. Две очень разных организации, хотя и та, и другая – палестинская. И, в общем-то, власть в палестинской автономии делится между ними. Только одни правят в Газе, это Хамас, после выборов, которые произошли в 2006-2007 году. А Фатах правит на западном берегу реки Иордан, или в Иудее-Самарии, или в палестинской автономии. То есть это все термины на плюс-минус одну и ту же территорию. И это две организации, которые по сей день, уже последние 16 лет находятся в расколе. Их политика разная, их отношение к Израилю разное. У обеих не очень отношение к Израилю, но разное. И они в расколе, и не могут сойтись по определенным вполне себе логичным причинам, так как одни – Хамас, радикальное исламское движение, у которых все мировоззрение и все их цели основаны на исламе, причем чаще всего на радикальном. А Фатах – это светская организация. Там есть религиозные мусульмане, но их политика никак не связана с религией. Вернусь чуть-чуть назад, чтобы подойти к теме Газы. На ваших экранах сейчас заключение мирного договора между Израилем и Египтом, первой арабской страной. Именно после этого мирного соглашения Израиль говорит Египту, мы, собственно, у вас в шестидневной войне завоевали, забрали, оккупировали, как угодно называйте, Синайский полуостров и сектор Газа. Мы с вами сейчас поберились, и то, и другое не наша территория. Мы вам отдаем обратно. Конечно же, Египет Синайский полуостров забрал, потому что и полезные ископаемые, и отели на берегу Шарма-Шейха, Табы и не только. А про Газу сказали, вы знаете, а вот Газу оставьте себе, дорогие израильтяне, нам не нужно. И Израиль много раз пытался избавиться от территории Газы, уже тогда подозревая, что там проблематичное население. Но Египет не захотел брать это назад, и Газа осталась под контролем Израиля. Это был 78-й год, а это похожая фотография, но уже 93-й год, когда премьер-министр Израиля Ицхак Рабин с лидером палестинского национального движения Ясером Арафатом заключают мирные договора в Осло, Норвегии. И там, да, вы многие знаете, что был план, что палестинская автономия за пять лет создает все, что нужно для того, чтобы быть государством, а дальше мы вместе идем к тому, чтобы стать государством. Этого не произошло, не произошло по ряду причин. И потому, что Ицхак Рабин, премьер-министр Израиля, был убит, и потому, что Хамас, в отличие от Фатаха, не поддерживал эти договора и совершал теракты в процессе, да, то есть по ходу дела, когда эти договора шли. И, в общем-то, процесс превращения палестинской автономии в государство завис в воздухе. А вот мы видим на этих картинках сектор газа. Справа это то, как он выглядит сейчас, в плане названий. И как раз вы можете практиковать чтение еврита. А вот слева по цветам очень четко видно, что в 2003 году голубым цветом там отмечены территории, где жили евреи. То есть в секторе газа всегда жили евреи, причем они очень неплохо жили, на берегу моря чаще всего. Они были фермерами и прекрасно там уживались. Относительно, да, с точки зрения безопасности были проблемы иногда, но они не жаловались никогда. И когда пришел к власти Ариэль Шарон, премьер-министр Израиля, хоть он был и довольно-таки правым политиком, он решил так. Мы выводим евреев из сектора газа. И потому что там начинает становиться опасно, и потому что и солдат подвергать опасности. И, в общем-то, чтобы мир перестал говорить, что мы оккупируем сектор газа. Как только мы уйдем из сектора газа, мир не сможет говорить, что мы его оккупируем, потому что нас там нет. Мы выведем своих. А тех, кто не хочет, выведем насильно. И это то, что происходит. В 2005 году очень болезненная история для еврейского народа, для израильтян. То есть были те, кого силой из дома забирали, и всем было понятно, что они туда не вернутся. И был раскол очень серьезный в стране. Голубые ленточки носили те, кто за размежевание, оранжевые те, кто против, примерно 60 на 40 по вопросам, делились израильтянами 60 против, вывода евреев оттуда, а 40 за. Но это произошло. Добился ли Израиль того, что он хотел, чтобы мир перестал говорить, что мы оккупируем газу? Может быть, в какой-то степени. Но никто не знал, что спустя меньше, чем год, произойдут выборы в палестинской автономии. Кстати говоря, последний раз, когда выборы были там, тогда, в 2006 году, и на этих выборах победил Хамас, причем совершенно гуманно и демократично, это точно известно. И, в общем-то, многим не было понятно, почему палестинцы выбрали Хамас. А на самом деле это было бы на поверхности. Во-первых, Фатах пришел разными списками на выборы, у них был раскол. А во-вторых, Фатах зарекомендовал себя уже тогда, как политики, которые воруют народные деньги. Деньги, которые идут на палестинский народ, частично шли на палестинский народ, но в основном шли в карман. И это было уже известно тогда, сегодня это вообще ни у кого не вызывает сомнений. И у палестинцев был подход, что мы выберем кого угодно, только не Фатах. Про Хамас, да, сегодня можно сказать, что они подпортили себе репутацию, в том числе тем, что используют людей как живой щит. Но тогда они были героями. Они, во-первых, мусульмане. Радикально, такая, для них это не радикальная, но мусульманская платформа. Хамас, не забывайте, не только террористическая организация, но и гуманитарный фонд, помогающий бедным, неимущим, обучением. Он очень много делает для своей паствы, скажем так. И тогда Хамас победил, потому что его выбрало большинство. Фатах не захотел принимать результаты этих выборов. Между ними произошла почти война, то есть там были убийства друг друга. И с тех пор Фатах на западном берегу, а Хамас всех три газа. Как известно, они территориально не ограничат. И, в общем-то, до сих пор политики Фатаха в газу, кроме одного визита пару лет назад, где было покушение, кстати говоря, на премьер-министра палестинской автономии, неудачное. Но они боятся, потому что у них свежая травма. И они не могут договориться, они в расколе. Понятно, что им выгодно объединиться против Израиля, но они не могут этого сделать, потому что слишком разные у них позиции. Ну и немножко уже мы приходим в наши дни. Очень много фейк-ньюс. Вы это прекрасно знаете, вы это видите. Вот один из примеров фейк-ньюс. Это не свежая новость, это пару лет назад, когда в BBC-ньюс пишут, что три палестинца погибли после катастрофической ножевого ранения в Иерусалиме. Нам-то в Израиле понятно, что это было. Человек с ножом попытался порезать полицейского, и его застрелили, потому что он хотел это сделать, он почти это сделал. Но когда ты читаешь, что три палестинца были убиты при ножевом ранении в Иерусалиме, то ты как бы не понимаешь, кто тут за кого и кто почему. То есть то, что это была попытка теракта, не сказано. Таких новостей в мире огромное количество. На вопрос, почему так пишут, почему искажают реальность, ответ очень простой. Потому что это хорошо продается. Потому что люди в мире очень многие не про израильские, по разным причинам. И такие новости хорошо продаются, содержат рейтинг. Если ты напишешь иногда правду, то не факт, что тебе это добавит рейтинга. И это политика новостей актуальна по сей день. Это то, что вы видите, из Фейсбука взято. Это, по-моему, 2015 год, когда была антифада ножей, когда просто... И израильская разведка была в шоке, потому что теракт обезвредить, например, крупной организации, можно разведданные собрать. А тут были люди, которые просто вставали утром, видели какой-то пост в интернете или с кем-то говорили, брали нож на кухне и шли совершить теракт ножом полицейского или солдата. И это было, правда, очень тяжело разоблачать, потому что вчера еще не было таких планов. Ну и тут призывы в Фейсбуке. Сейчас это уже удаленные аккаунты, но тогда были активные. Не просто вот мы тут с ножом пойдем защищать Иерусалим, но и список ножей, какие правильные ножи, наиболее удачные для таких планов. Ну и, конечно же, антиизраильская... Я не знаю, как это назвать, пропаганда, не пропаганда, карикатуристы, палестинские и пропалестинские, намного круче, чем еврейские. Ничего не поделаешь. Так же, как и войну в интернете Израиль несколько лет назад проигрывал, ну, просто 0-10. Сейчас чуть-чуть проснулись произраильские активисты, и то правительство разрешило это делать, так как до этого можно было делать только министерству... как это называется? Министерство пропаганды, грубо звучит. Ну, что-то подобное. И они делали плохо, и никому не давали делать другому. А сейчас вроде бы уже есть частные инициативы, которые прям активно улучшают позиции. Но когда мы говорим про какие-то антиизраильские вещи в карикатурах, то всегда, чем радикальнее ты изобразишь, тем больше останется негативного впечатления. И вот мы видим, что тут не просто показаны израильтяне плохие, солдаты Израиля плохие, а тут прям по-больному. На Ближнем Востоке связь с землей, она очень важна. И видите, то есть израильский солдат просто берет землю, на которой могилы мусульманские, или внутри дома стреляет. Странно, что они показали, что там дети внутри, и кровь течет, и деревья вырывают. То есть это довольно-таки радикальный подход. Это самое больное для Ближневосточного человека, когда твою землю забирают, когда твое дерево срубают и так далее. Ну и не секрет для вас, что совсем недавно, относительно недавно, было перенесено посольство Америки в Иерусалим. Иерусалим. И вот я сижу возле окна, вот я его вижу, оно тут рядом, совсем недалеко от места, где я живу. И те, кто план этот создавал, они понимали, что Ближний Восток дело тонкое, и поэтому не говорили, давайте решайте, а сказали, а вы не спешите, подумайте. Четыре года у вас есть. И на самом деле есть интересные моменты на тему плана Трампа. Вот справа мы видим карту, что это будущее зеленым цветом палестинское государство, в которое Америка, согласно этому плану, хочет влить огромное количество миллиардов долларов с обустройством местных жителей, работой и всем остальным. И что интересно, что еще до того, как прочитали план палестинские лидеры, сказали, что мы против, мы не хотим, чтобы Америка была посредником, но в общем-то есть немало голосов на палестинской улице, которые говорят, ребята, наконец-то у нас может быть свое государство с уступками, без уступок никак не обойтись, но при этом это что-то, чего мы ждем 73 года, и вот нам это предлагают. Не так давно, пару лет назад, меньше, чем пару лет назад, муфти Иерусалима, духовный главный лидер Иерусалима, заявил, что те, кто будет одобрять план Трампа, будут признаны предателями Аллаха. Почему надо было это постановление делать? Потому что видели, что есть те, кто смотрит позитивно на этот план. Ну и вот мы приходим к тому, что происходит сейчас, и сложно поверить, что началось все с ТикТока, ну и уж точно это не причина, некий предлог, и в арабском молодежном секторе появилась новая фишка. О, Данила, я вот уже... Появилась новая фишка дать оплюху еврею, заснять это и закинуть в ТикТок, знаете, ТикТок, это такая прикольная платформа, и там прикольные вещи, например, набить морду еврею. Вот, и был один случай, второй, потом 10, потом 100, то есть огромное количество. Теперь еврейские, в Израиле у евреев есть тоже ультраправые ребята, которые сказали мы не хотим это терпеть и пошли с демонстрациями и, в общем-то, показали свое недовольство. Полиция там всех разнимала, это все, в общем-то, не перешло в что-то серьезное, но потом произошло событие, которое мы называем Шейх Джарах. Шейх Джарах это район в Иерусалиме, арабский район, который находится рядом с еврейским районом. Я там часто гуляю, экскурсии даже вожу по восточным арабским районам Иерусалима. И там история в том, что 8 палестинских арабских семей, то есть, когда я говорю палестинских, это не значит, что они в палестинской автономии живут. Израильские арабы тоже себя называют палестинцами по принадлежности к народу. И 8 семей палестинских арабских, которые поселились в определенных домах, не знали, что эта земля принадлежит евреям. И объявились несколько еврейских семей, которые притащили с собой еврейские довольно-таки радикальные организации. И они сказали, смотрите, вы тут живете на нашей земле. И вот документы. В 19 веке эта земля была приобретена нашими родственниками. И в общем-то документы правдивые, документы неподдельные. Но на что палестинские семьи, которые, кстати, официально в ООН считаются палестинскими беженцами, они сказали, вы знаете, мы вообще арабы, мусульмане уважаем документы. У нас нет проблем, что у вас документы. Но вот только в 1948 году, когда была война, наша земля была в Цфате, и нас оттуда прогнали. Мы сами ушли, я уже точно не помню. И мы, конечно, вам отдадим это, но нам в Цфате государство Израиль должно отдать. А государство Израиль в Цфате никому ничего не отдаст, потому что в начале 50-х годов, после того, как 90% арабского населения уходит, кто-то уходит сам кого-то подвинула война, кто-то поддался на призывы соседних правителей, чтобы не путаться под ногами, а потом вернуться. Но Израиль, который, к удивлению многих арабских стран, победил в войне, принял решение, что мы тем, кто ушел, не даем вернуться. Вы ушли, было ваше решение, вы кого-то там послушали, вы ушли и думали, что вернетесь. А у нас тут мы победили, у нас репатрианты массово едут, нам надо как-то страну ставить на ноги. И было принято решение, что прецедент, тут как бы страшная штука, прецедентное право. И тем палестинцам, которые оказались в Сирии, в Ливане, там понятно, что вообще не о чем говорить, они там, а мы здесь. А тем палестинцам, которые в Израиле остались и стали гражданами, им тоже не разрешили вернуться на свою землю, но дали компенсацию денежную. И так решили эту ситуацию разрулить. Теперь государство Израиль с 1948 года, с 1949 года решило, что то, что покинуто палестинцами, раз они ушли, мы это с точки зрения безопасности и развития государства Израиль не отдаем, максимум даем компенсацию. Поэтому понятное дело, что этим восьми арабским семьям никто в ЦФАТе не отдаст, по крайней мере, сейчас. Может быть, когда-то проведут закон или сделают исключение, но это не что-то, что решается вот так вот. Ну и появилось эхо, которое пошло на мир, что тут несправедливость и что тут вот одни землю забирают, а вторым не возвращают. Все это вылилось, да, вот видите, на бочке пороховой написано «Шех Джеррах». Наверху, кроме мечетей, лицо депутата Кнесета Бен Гвира, который представляет довольно-таки радикальную, ультраправую, не знаю, как называть партию, которая, естественно, арабам очень не нравится. Вот. Ну и это переросло в столкновения на улицах, потом это переросло в столкновениях между полицией, видите, вот это вот из Инстаграма, это по миру гуляет, спасите шех Джеррах, то есть от несправедливости. Потом почему-то, я сам не очень понимаю, почему были поставлены заслоны, ну такие, видите, чтобы люди между заслонами выходили, это же месяц Рамадан у нас идет, он, кстати, сегодня закончился, и чтобы люди не, они шли как бы одной колонной и не сидели на ступеньках, не очень понятно зачем, но это вызвало недовольство арабских жителей Иерусалима, которые на этих ступеньках сидели, как просто вечерами развлекались, и, видимо, полиция посчитала, что это небезопасно, не знаю, вот, и потом начали закидывать на храмовой горе полицейских камнями, полицейские, естественно, стали отвечать, разгонять демонстрации, а дальше это все, вот так это выглядело, а дальше все приняло необычный ход. Хамас, который сидит в Газе, решил показать, что палестинцы все одинаковые, что все с единой идеей, хотя понятно, что израильские арабы вообще не там. израильским арабам хорошо в Израиле, им нравится гражданство Израиля, им нравится равноправие, даже если оно, как они говорят, где-то не до конца, но оно почти до конца, как минимум. И Хамас сказал, мы защитим мечеть Алякса, и мы будем стрелять ракетами, пока не прекратятся беспорядки на храмовой горе. Теперь эти беспорядки начинала неизраильская полиция, понятно, но вот этот лозунг «Спасти мечеть Алякса от иудизации», от слова «иудей», это лозунг, который проник в головы молодежи, часто не очень образованной молодежи, потому что среди кидающих камней есть и 13-летние, и 15-летние, и так далее. Вот мы видим фотографию, сделанную внутри мечети Алякса, то есть запас камешков. Это пару дней назад буквально сфотографировано, то есть после молитвы сразу ты берешь камень и вперед. Ну и когда мы говорим о Хамасе, несмотря на то, что такое понятие, как блокада сектора газа, которая в мире трактуется совершенно не так, как она на самом деле, блокада – это то, что Израиль контролирует, что туда входит, чтобы это не использовалось потом против Израиля в качестве оружия и так далее. Но, видимо, не до конца хорошо контролирует, потому что сегодня, и последние три дня, мы видим, что у Хамаса есть ракеты, которые долетают почти до Хайфы, то есть это 140-150 километров. То есть в прошлые витки эскалации с Хамасом, ну, по-моему, не было таких ракет. Да, были на 10 километров, на 20, на 50, на 70, не более того, то есть до Тель-Авива, да, дальше нет. Сегодня каким-то образом они там есть, непонятно, как они туда попадают, если море контролирует Израиль. Египет единственная, граница с Египтом, не контролируется Израилем, но, в общем, нам казалось, что оттуда уже все тоннели засыпаны самими египтянами, которым невыгодна эта контрабанда. Ну и вот мы видим разные ракеты, хоть и на иврите надписи, но мы видим, что практически весь Израиль покрывается, кроме Эйлатов, которые вчера обещали в 6 вечера докинуть, но, видимо, либо все-таки не могут, потому что далеко, либо ракеты заканчиваются, потому что мы видим уже сегодня ночью и утром, что количество ракет, запускаемых сюда меньше. Есть мнение в армии обороны Израиля, что 80% ракетного арсенала Хамас использовал уже за эти два с половиной дня, и, в общем-то, именно поэтому он уже всячески транслирует, что мы готовы на перемирие. Другой вопрос, что Израиль, который, если бы сразу пошел на перемирие с Хамасом, как только Хамас попросил, ничего не добились бы. То есть через 3-4 года было бы то же самое. Поэтому Израиль решил, что мы не будем прекращать, когда Хамас этого вдруг попросил, а мы достигнем каких-нибудь военных целей. Например, уничтожим инфраструктуру Хамаса, места, где делаются ракеты, места, откуда запускаются ракеты. Раз уж такой предлог пошел, они сами начали стрелять. То есть одно дело самим начать. Это некрасиво, мир опять нас осудит. А тут они начали, поэтому мы уже постараемся максимально нанести им урон. И потому, что для нас это безопасно. И для того, чтобы Хамас в следующий раз 300 раз задумался, а стоит ли вообще что-то начинать, если нас потом сравняют с землей и так далее и тому подобное. Ну и возвращаясь к теме фейк-ньюс, которые сейчас вовсю идут по всему миру. Это, правда, не из этого конфликта. Пару лет назад умирающая мать и фотография справа сделана несколько месяцев спустя, улыбающаяся мать. И вот. На храмовой горе пару лет назад во время молитвы товарищ вслух массом говорил «О Аллах, уничтожь правителей нечестивых мусульманских мини-государств!» И все кричали «Аминь!» То есть в центре Иерусалима, в старом городе. «О Аллах, уничтожь всех евреев!» Все кричали «Аминь!» «Дай нам возможность убить их!» «Аминь!» То есть, да, и эти люди не были арестованы, потому что у нас свобода слова, наверное, не знаю почему. То есть такое вот происходит периодически. Ну и вот карикатура, вы видите, Израиль представлен как смерть и там в Газе стрельба. Да, конечно же, в коронавирусе виноваты евреи, кто другой. И мы видим, как Израиль забрасывает за разделительный забор коронавирус и сам от него, конечно же, не страдает. Палестинцы – да. Или коронавирус в форме звезды Давида. Хладнокровные убийцы детей в секторе Газа. Так представляют израильцян карикатуристы многие. Не обязательно палестинские. Могут быть и пропалестинские. Или то, что мы роем тоннель под храмовой горой, чтобы мечеть Алякса упала и на этом месте построить третий храм. Таких заявлений тоже достаточно. Ну и вот всякое такое. Евреи моются с полной ванной воды, а у палестинцев нет воды или газа на краю пропасти. Кстати, вот эти карикатуры гораздо более редкие. То, что террорист в палестинской автономии, который совершает теракт, получает деньги. То есть он идет в тюрьму, а его семья получает пожизненную пенсию за него. Кто получает больше всего? То есть есть разные суммы. Есть целая таблица. Больше всего получает израильский араб, потому что как бы он гражданин Израиля, он больше всего рискует, и ему есть что терять, израильское гражданство. В палестинской автономии человек получает меньше. И сколько раз не требовало мировое сообщество у Махмуда Аббаса, лидера организации и Фатах, движения Фатах, прекратить выплаты террористам, семьям террористов. Он все время говорил, нет, это наш нарратив, мы так вот делаем, и мы считаем, что это правильно. Ну и вот это редко, гораздо более редко встречающаяся карикатура, то, что лидеры Хамаса и лидеры Фатха огромное количество денег получают на помощь палестинскому народу, а люди в Газе страдают. Я думаю, что всем очевидно, что большинство людей в Газе мирные жители, которые оказались в западне, они не могут никуда уехать, потому что у них нет иностранного гражданства, египетская граница для них чаще всего закрыта, израильская, естественно, закрыта. И когда я раньше задавал вопрос, а почему они не восстанут против Хамаса, ответ очень простой, это, кстати, из общения с моими арабскими знакомыми, Хамас говорит, хотите против нас восстание, пожалуйста, мы с ваших домов запустим ракеты, как обычно на Израиль, Израиль ответит, в ваши дома, пожалуйста, если хотите, мы можем такое провернуть. Люди боятся, в Газе, на улице расстреливают людей, вчера была перестрелка в Газе, был в одном из телеграм-каналей видос, что там кто-то с кем, ну, Хамас с кем-то перестрелился, то есть с арабами, понятно, но, ну, и не говоря уже о публичных казнях на центральных площадях тех арабов в Газе, которых заподозрили в сотрудничестве с Израилем. Ну, и, да, вот еще одна редкая карикатура, что Хамас прячется за детьми, ну, имеется в виду за живыми людьми и с их домов запускает ракеты. Главный офис Хамаса, кстати, находится под больницей в Газе, именно поэтому Хамас точно знает, что Израиль в их офис стрелять не будет. И самоопределение израильских арабов тут в процентах и 48, 19 и 20 год, то есть около 50% называют себя арабы-израильтяне. Гораздо меньше процента называют себя палестинцами, гораздо увеличился процент тех, кто называет себя просто израильтянами и где-то, видите, 15% в 20 году называют себя просто арабы. Но знаете, что то, что происходит с Газой, то, что оттуда летят хамасовские ракеты, как бы странно это ни звучало, это не так страшно, потому что, во-первых, это уже было, во-вторых, мы понимаем, что операция в Газе раз в несколько лет необходима, чтобы обеспечить спокойствие на несколько лет вперед. Но самое страшное, что сейчас происходит, на мой взгляд, это то, что происходит внутри Израиля. И вот мы видим, и вы это видите по телевизору, евреи против арабов внутри Израиля. Беспорядки, это, наверное, слишком мягкое слово. Погромы, причем в обе стороны. Вчера в Ако, это еврейско-арабский город, арабов чуть больше, был почти до смерти избит еврей. При этом вчера в Бат-Яме почти до смерти был избит араб. В том же Бат-Яме был избит еврей, которого приняли за араба. То есть, действительно, увидев, что полиция занимается вопросом, но недостаточно тщательно, были, то есть, вышли, я не знаю, как их назвать, радикальные, или необразованные, или просто ультрас, которые хотели выпустить свой пар, и начали поджигать машины. Евреи арабские, арабы еврейские, и те, и другие полицейские машины. И вот это, что нас больше всего беспокоит, потому что, в общем-то, евреи и арабы в Израиле плюс-минус жили нормально вместе, вместе занимаясь бизнесом, работая друг с другом. И то, что ситуация может повлиять на то, что одни пойдут бить, иногда избивать до смерти других, вот это было для нас очень неожиданным поворотом событий. И, конечно, мы понимаем, что это маленький процент каких-то радикальных элементов с двух сторон, но то, что это есть, и, собственно, именно это показывают по телевизору, потому что это мясо, а мясо хорошо продается. Вот это нас очень напрягает. Большинство арабов в Израиле это не поддерживают. Лидеры арабских партий требуют это прекратить, кроме с арабской страны, а еврейские лидеры с еврейской. Местные арабы понимают, что это для них очень плохо. Это усиление недоверия к арабским жителям, это проецирование какой-то ненависти к одним, и переносимое все это на других. Но эти радикальные элементы, они вышли на улицы и вот решили так себя вести. Вот как раз фотоизбиение, это, по-моему, это батьям, это избиение арабо-евреями. Ну и фотка, сделанная сегодня утром, сегодня у нас закончился праздник, то есть праздник Рамадан закончился, и он автоматически меняется тремя праздничными днями праздника Идальфитр, и вот на храмовой горе в Иерусалиме над стеной плача сегодня, ну ладно уж, люди с палестинскими флагами, это с кем не бывает, но на транспарантах лидеры Хамаса, да, то есть они показывают эти транспаранты, то, что они гордятся тем, что Хамас сделал, то, что Хамас вступился за Иерусалим, хотя особого отношения к нему не имеет и находится далеко, и в общем-то это надпись была под этой фотографией «Храмовая гора в наших руках» и вопросительный знак. Ну и, конечно, палестинская автономия, где правит партия Фатах на западном берегу, они тоже в шоке, потому что они не заинтересованы в популярности Хамаса, они боятся проиграть на выборах, которые планировались, но отменились Хамасом, и отменились Фатахом, но Хамас бы выиграл, скорее всего, и поэтому они отменили их. И, в общем-то, все это накладывается на то, что у нас, наверное, будут пятые выборы за последние два года, если не будет сформирована коалиция, а вроде бы она уже должна была сформироваться, а потом началось вот то, что сейчас происходит. Ну и, конечно, наша мечта, чтобы у нас все было хорошо и в обнимку, и по-дружески, и, в общем, нам казалось, что так и было, и все еще кажется, но вот эти события внутри Израиля, они очень, очень напрягли, скажем так. Ну и понятно, что на Ближнем Востоке все сложно, это для вас не новость, наверное, поэтому мы в этом зуме и встречаемся. Вот, это такой вот момент, который, наверное, предшествует вашим вопросам, поэтому, если есть вопросы, то я тут. да, есть вопрос, я вот, как мне на ТикТоке видел, что горит, по-моему, мечеть на Храмовой горе, это вот что-то, что такое было. Я не знаю, вызовет у вас улыбку или наоборот, в мире действительно это показывали, как горящая мечеть, когда показывают горящую мечеть Алякса, третью для мусульман, святыни во всем мире, что как бы мир, если не пишут объяснения, думает. Конечно же, евреи подожгли важнейшую мечеть для ислама. На самом деле, во время беспорядков на Храмовой горе забрасывали такими огненными шашками полицейских и арабы, бросая в полицейских, подожгли деревья возле мечети Алякса. Это не сама мечеть горела, горели деревья рядом и подожгли это те, кто бросал в полицейских огненные такие штуки. Погасили буквально через полчаса. Среди тех, кто был у стены плача, это видел, конечно же, были те, кто махали израильскими флагами. Мы тут ни при чем, вы сами подожгли это. Но это было вот так. Ну, неужели нет вопросов? Ну, весело, что весело, действительно. Жизнь кипит. Да, я, может быть, подведу, не потому, что я прощаюсь, а подведу итог тому, что я говорил до. И почему я, да, уверен, что в ближайшее, вчера я еще говорил через день-два, сейчас мне уже кажется, что может взять больше, но в любом случае в ближайшие несколько дней все должно утихнуть, на мой взгляд, да, я не востоковен, я только интересуюсь этим, но мне кажется, что скоро закончится по нескольким причинам. Первое, это то, что праздник Идельфитер, ну, праздник не очень хочется напрягаться, бросать камни тяжелые и так далее. Вот. Во-вторых, Хамас, лидер Хамаса Исмаил Ания объявил вслух, что мы одержали победу над сионистскими оккупантами, то есть над Израилем. То есть он уже показал своим, что мы крутые, то есть в принципе можно закругляться, цели достигнуты. Его цель была показать, что яйца железные и что мы вот такие вот смогли Израиле закидать, даже больше, чем Израиль мог себе представить. Ну и в-третьих, мир давит, чтобы закончили. Кстати, мир давит гораздо меньше, чем в предыдущие годы, потому что мир понимает, что Израиль не начинал и что Израиль, в общем-то, правда старается к минимуму свести мирные жертвы, кстати, в отличие от противоположной стороны. И что эта операция, это не просто мы мстим, а мы правда зачищаем какие-то ракетные заводы и так далее, чтобы в ближайшие годы или каждые 2-3 года не возвращаться к этому вопросу. О, пошли вопросы в чат, я сейчас их попробую почитать. Будет ли наземная операция в Газе, будет ли вмешиваться Турция? Наземная операция в Газе писали, что может быть, факт, что туда стягиваются несколько бригад. Мне лично не верится в это. Мне не верится, потому что из опыта предыдущих операций с Хамасом наземная операция это всегда большое количество жертв, в первую очередь, с их стороны, но и с нашей тоже. И не факт, что наземным образом можно достичь такого количества целей и что это будет оправдано. Поэтому мне кажется, что не будет. В ближайший день-два покажут. Будет ли вмешиваться Турция? Турция может вмешиваться сколько угодно за пределами Израиля, тем более, что любая антиизраильская риторика для Эрдогана это повышение рейтинга, при том, что все контракты с Израилем сохранились и ничего не расторглась, потому что дружба-дружба, и политика политикой. И так как Эрдоган взял курс такой быть мамой Ближнего Востока, хотя за Ираном и за Саудской Аравией, конечно же, пока угнаться не может, вмешиваться будет, да, будет говорить, что вот Израиль и оккупанты и убийцы и все такое, но не более того, потому что больше она не может вмешиваться. Интервью Каспита и Сигаля с Иерусалимским имамом. Как ты прокомментируешь его реакцию в стиле «Их там нет?» Мне нужно, чтобы объяснили этот вопрос по одной простой причине. Я не смотрел интервью Каспита и Сигаля с Иерусалимским имамом. Чувствую, что что-то упустил важное. Так что поясни, Игорь, о чем речь? Вот, в чате вроде вопросов больше нет. Я вот еще увидел новость о том, что попала ракета в топливохранилище в районе Ашкелона. Все нормально? Ну, погорело и погасили. Как все нормально? Смотри, это стратегически важное место. Это нефтепровод. Нефтепроводы Элата-Ашкелон. И с одной стороны, конечно, это, как тебе сказать, это никто не думал, что может быть прямое попадание в нефтепровод, хотя там все уже нормально. Пикантная история связана с тем, что Хамас получает электричество и топливо из Израиля по очень низким ценам. То есть, по сути, они как бы себе в ногу выстрелили. Но не забывайте, что у Хамаса нету точечного, то есть, нету прицела, который позволяет тебе точно направить свою ракету. И поэтому, скорее всего, они туда неметили, но попали. Так же, как они неметили в арабские дома, в тот же Лод, где начались беспорядки, упала ракета, погиб мусульманин по-моему, с дочерью. То есть, они не могут нацелиться точно, как, например, израильская армия может нацелиться на дом главы боевого крыла Хамаса и уничтожить его, когда через окно влетает ракета. И, собственно, это то, что произошло вчера. Слушай, у меня два... Акадий, давай. У меня два блока вопросов. Смотри, первый про Израиль, второй про Палестину. Смотри, про Израиль. Можешь примерно оценить, сколько в беспорядках уличных сейчас участвовало людей? Просто прикинуть цифру? Ну, наверняка, это есть официальная статистика вашего министерства внутренних дел. И участвующих в беспорядках я не уверен, что есть цифра, потому что никто в этот момент из полицейских не стоит и не считает. два, три, четыре, пять. Можно прикинуть, что речь идет про сотни людей. Взять все вместе. Сотни. Ну, может быть, пару тысяч, если взять три дня назад начать считать и по сей день. И снова же, что мы называем беспорядками? Когда у тебя выходит арабский митинг с транспарантами прекратите насилие в Газе, это не беспорядки. Понятно. Нет, уличные акции. Давай уличные акции назовем их так. Не важно, там это бьют или с транспарантами, люди выходят на улицу. То есть, уличные акции. А, тогда если мы берем тех, кто с транспарантами и стоит и говорит прекратить насилие в Газе, прекратить там операцию в Газе, то тогда может быть и тысячи, потому что в Израиле могут и евреи выходить и говорить прекратить насилие в Газе и прекратить весь этот беспредел. Но если мы говорим про тех, кто идет и избивает людей или бросает камни в машины или пытается как бы навредить, не знаю, убить, не дай бог, то я, судя по новостям, которые мы смотрим, ну, пару тысяч за все три дня во всех местах. То есть, это в основном города... Знаешь, ваше начало забывать про ребят, которые напоханно творили какую-то дичь вообще невообразимую. Ну, слушай, мы же не можем тех, кто что-то говорит, причислять, прибавлять к тем, кто бросает камень в упор в лобовое стекло машины. Это разные истории. Говорить это одно. Вот. И, то есть, мы говорим пока про такие беспорядки, которыми надо заниматься полицией, они этим уже занимаются. В первую очередь, это Лод возле Тель-Авива, возле аэропорта. Это Ако и это Батьям. Это немного, уже совсем чуть-чуть, Иерусалим. В Иерусалиме плюс-минус уже нормально. И вот. И это в основном, это все города со смешанным населением, где живут и евреи, и евреи. Паша, я тебе говорю про ребят, которые на Бохманах как-то оленчевать, какого-то они хоронили, шли по улицам и параллельно они еще закидывали дома израильских флаг. Видели? А, это другая. И кидали вот это. Это другая. Вот, я про них говорю, да. Ну, в общем, окей, пускай там это тысяча, или там две тысячи или три тысячи. У меня такой вопрос. Смотри, вот в целом в Израиле вот то, что называется внутренний восяки или там министерство внутренних дел. Это республиканская структура или это административного округа? Мне просто, почему мне это странно? Потому что у нас там выходит, типа тысяч десять только в Москве, всех отпинали, пошли домой. То есть, вообще никаких проблем нет. Просто всем дали пороже, все пошли домой. То есть, почему, как бы, в чем причина того, что в Израиле возможно вообще то, что там, при этом у нас там ни одной витрины не порушена, ни машина не перевернута. А тут как бы ты видишь кадры, да, где реальные уличные беспорядки, и при этом полиции нет. Куда она вся девается? В чем проблема? Смотри, я могу сейчас лишь свое мнение сказать. Ну, конечно. Мы говорим про ситуацию, которая, ну, я вот прям, да, евреи, которые пытаются что-то сделать арабам, и наоборот, это ситуация, которая два с половиной дня. И когда это началось, ну, никто не ожидал, что это вот может начаться. Теперь, сегодня, два дня спустя, уже отправлена не только полиция в разные очаги подобные, но и пограничная полиция, то есть, это уже армия. Или отправлена, или вот сейчас решается отправлять их или нет. Там, как всегда, спорят Бенемин и Таняу и Бенни Ганс. То есть, сейчас уже поняли, что это необходимо. Первые сутки полиция занималась какими-то другими вещами в разных городах Израиля. То есть, первый день ты действительно смотрел на это и не понимал, где полиция. Сегодня, после того, как в Лоде сожгли две синагоги, после того, как того чуть не убили, а этого, ну, и так далее, мы уже меньше видим, где полиция, потому что сейчас уже чувствуется, полиция, она как бы отреагировала, получила приказы и так далее. Но первые там несколько часов или первые 24 часа, во-первых, когда приказ идет, это не всегда через час он исполняется. Вчера в Лоде в 8 часов вечера был введен комендантский час. Зачем? Чтобы те, кого поймают после 8, попали не только под статью хулиганства или избиения, а нарушение закона. То есть, это так же, как в локдаун, в корону, если тебя поймают, то есть, это нарушение государственного... Это республиканское решение или это местные власти принимают решение о том, чтобы... Нет, 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 государство. Государство. Общее республиканское решение. Да, да, да. То есть, я так понимаю, смотри, просто по устройству. В России, там есть так называемая Росгвардия, условно, это просто какое-то количество народу, которые вот что-нибудь сразу приезжают, там вазики, вазики, куча народу, просто в Израиле такого нет. Есть вооруженные силы Израиля, которые там с танками, с автоматами со всеми на свете. Есть полиция, которые, ну, условно, чтобы тебя ночью не ограбили. Есть еще подразделения полиции, ну, типа такие серьезные, командос, которые на мотоциклах ездят, но их явно недостаточно, чтобы послать их в разные города. То есть, решение, кого послать, тоже должно приниматься в соответствии с какими-то, ну, я не знаю, то есть, взвесить, понять, кого куда, и не все везде могут справиться, вплоть до того, что иногда думают, в какой город послать еврейских полицейских, а в какой город арабских полицейских, чтобы как-то это лучше сработало. Решение в Тель-Авиве, да, принимается? Нет, в Тель-Авиве у нас, ты имеешь в виду, а кто, у нас в Тель-Авиве некому решать? В Иерусалиме принимается решение. Все в Иерусалиме принимается. В Иерусалиме, как бы, все от люди думают, вот сколько нам послать там в ЦФАД, сколько нам послать туда, сколько нам послать сюда. Окей, это про Израиль. У меня второй вопрос с поводу Палестины. Смотри, я для тебя не очень понимаю, это же в какой-то кусок территории, на котором живет какое-то количество людей. Там же должно быть что-то типа там, здравоохранение, образование, правоохранение, продовольствие, электроэнергия, водоснабжение. То есть вот как эта территория, она вообще существует? То есть вот ты сказал даже, что они покупают там, кто они, да, кто платит, вот как бы, кто платит Израилю там за электроэнергию? Кто этот человек, который там приходит? Я тебя объясню. Смотри, это упирается в договора в Осло, подписанное в 93-м году. Согласно этим договорам Израиль как бы несет ответственность за палестинскую автономию, пока она не станет государством. Как известно, она пока не стала государством. Соответственно, электроэнергию туда дает, продает Израиль. Газ, воду, да, все водные ресурсы, они контролируются Израилем. И Израиль это дает туда, потому что Израилю напрямую выгодно, чтобы там люди не умирали от голода и не были на грани там вымирания, даже если мы с властями палестинской автономии никак в определенные периоды. И то же самое с газой, да, в сектор газа поступает. Я про газу много говорю, я говорю именно про газу, то есть я про газу, вот конкретно про газу. Не про Палестину, Палестину понятно, там как бы там более-менее. Вот газ. Израиль туда это поставляет, потому что понимает, что там большинство людей, мирные жители, которые выживают, им это тяжело сделать. Другой вопрос, что Хамас, как правящая партия, пропускает все через свои руки и ничего с этим не поделаешь. Да, Израиль за это берет деньги минимальные. А у кого он берет деньги? Кто этот человек или там организация? Потому что газа, хоть там Хамас и правит, она получает зарплаты от Рамалы, от палестинской автономии, от Фатаха. А Фатаху деньги дает Израиль. Что за деньги? Согласно договорам ВОСЛа, с определенных территорий, где живут палестинцы, но там военный контроль Израиля, безопасность контролирует Израиль. Израиль собирает эти налоги с местного палестинского населения и передает их палестинской автономии. Речь про большие деньги, кстати говоря. Окей. И из этих же денег платят зарплаты в газу иногда. То есть какие-то вещи, которые приобретаются для газа, оплачиваются. То есть копилка одна, казна, это Рамала. Как бы столица палестинской автономии. Ну, очень мутно, конечно, потому что они разделены территориально, то есть как-то надо туда попасть с этим мешком. Правильно. Израиль разрешает туда иногда попасть. Так же, как когда Катар привозил в чемоданах наличные, потому что это было в чемоданах наличными, Израиль давал разрешение заехать к катарскому шейху в газу, передать Хамасу миллионы долларов. И потом на почте в период коронавируса, стоя в очередях, семьи получали по 100 долларов раз в три месяца. Ну, а вот чем там вообще, вот сколько там в газе живет? Несколько там, десятков, наверное, тысяч человек, да? Ты удивишься. Миллион восемьсот тысяч. Почти два миллиона, да. Почти два миллиона. То есть два миллиона человек, это, ну, как бы в Казани, что-то, что-то, типа, миллион с чем-то, да? И что они там все делают? Вот как там жизнь, типа, если там полная изоляция, там, экономическая, да? Ты там непонятно как получаешь там налоговые вот эти вот все, не знаю, там, отчисления, ну, жесть какая-то. И что они там делают все? Два миллиона человек. Если одним словом отвечать, как у них там дела, то это жопа. А если чуть поподробней, то, ну, они, правда, заложники обстоятельств. Они не могут уехать, они полностью зависят от Хамаса. Если они не поддерживают Хамаса, об этом говорить вслух, они не могут, потому что это плохо заканчивается. Перспективы, мне кажется, ты намекаешь на перспективы. Сейчас, как там плюс-минус понятно, да, 64% безработица на данный момент. И перспективы, это чуть сложнее, да? То есть, если Израиль все-таки при каком-либо правительстве решит Хамас все-таки свергнуть, да, и вытащить из-под земли, из-под больницы и так далее, что будет, несомненно, сопровождаться большим количеством жертв, ну, окей. Ну, в смысле, наверное, в тот момент правительство, которое это решит, посчитает, что это оправдано для безопасности не на три года вперед, да, на 20-30 или навсегда. И почему этого Израиль не делал до сих пор? Потому что два миллиона людей, среди которых, может быть, не поддерживают Хамас большинство, но явно антиизраильский сильно настроенный, потому что палестинцы очень красиво умеют искать врага, да, и объяснять, кто виноват, даже если виноваты сами палестинские лидеры. И Израиль не уверен, что хочет делать их израильтянами с точки зрения их отношения к Израилю. И не факт, что готов взять ответственность за почти два миллиона людей. Ответственность это не просто ты завоевал территорию, ты полностью должен дать им все права, а это опасно подняться кинометрам. Паша, разрешу перебью, ты привел Аркадий Казань. Просто смотри, Казань это Татарстан, это субъект Российской Федерации, и там тоже есть, в принципе, мутные транзакции денег и тому подобное. Но это опять же, это разные вещи, потому что субъект Татарстана, он как бы сотрудничает с Российской Федерацией, и следовательно, они дружат, а здесь как бы идут жесткие контры, и поэтому здесь такие транзакции и манипуляции деньгами, они, ну, не сопоставимы совсем, вот, совершенно. Я, скорее, я понимаю, там, окей, в Татарстане в целом живет три миллиона человек, да, там, я понимаю, что... Я сам казанский, вот, давай вот так вот, я казанский, я... Ты супер, я, как бы, прими мою, например, соболезнованность с сведением надействиями семью-то не коснулся последних событий. Нет-нет, слава богу. То есть есть сельское хозяйство, есть нефтепромысел, есть технологии, есть образование, есть институты, то есть люди чем-то там занимаются, не только тем, что, не знаю, там, смотрят телевизор там, я не знаю, ну, вот это 64% безработицы, я не понимаю, как устроена жизнь. И тут вот я поэтому и спрашиваю, то есть вот есть куча народу, и у них очень, скажем так, низкий уровень жизни, да, и это продолжается уже очень много лет. То есть я понимаю, что вот я просто сравниваю, да, вот есть, есть две территории, да, вот я просто, к примеру, взял Татарстане, потому что там это плотно, и ссори, как бы, я никого не хотел обидеть, просто я знаю, да, Татарстане. Нет, я понимаю. Татарстане 3 миллиона человек живут, да, в Газе примерно столько же, и типа... Ну, все, да, это... Аркаш, я попробую дополнить свой ответ, я просто выхожу на новые тоннели, если правильно про газы так будет сказать. Смотри, я понимаю, о чем ты говоришь. Ситуация, где, в которой, при которой люди живут вместе, которая раз в несколько лет принимает на себя израильские ракеты, а оттуда летят ракеты на Израиль и так далее. И понятно, какое образование. Понятно, что люди всех ненавидят, да, только про Хамас они это не могут сказать вслух, а про Израиль могут. И эта радикализация автоматически идет, потому что если бы не Израиль, то у нас бы было все лучше. Такое внушается с детства. Теперь Хамас понимает ситуацию людей, которые на грани, не знаю, вымирания, бедности. Поэтому предлагает... Смотрите, ну, безработица, израильтяне во всем виноваты, но мы, как правящая партия Хамас, поможем вам. Да, вот вам 50 долларов, у вас неделя прокопать тоннель под Израиль. То есть такие подработки очень практикуются. Они, кстати, не входят в список официально рабочих, да, вот в тот список 36 процентов. Они тоже безработные. Периодически, да, сегодня была фотография, как после ночного рейда Израиля асфальт как-то странно в Газе лежит. Ну, да. Почему? Потому что там тоннели под, там внизу пусто. То есть не было взрыва какого-то, но асфальт ходит ходуном, потому что под ним как бы практически ничего нет. То есть там отчаяние, у простых жителей отчаяние, потеря, я не знаю, потеря желания жить. И они, правда, они в капкане. Да, то есть да, в Израиле все это понимают, в Израиле большинство им сопереживает, но не особо что-то может сделать с этим, ну, кроме сопереживания. Все плохо. Слушай, Паша, вот у меня вопрос. Почему именно сейчас решили выселить семьи в территории? В Иерусалиме, в районе Шельджерах? Да. Почему именно сейчас? Смотри, вопрос, смотря кого спросить. Да, если мы спросим того же самого имама, я сейчас вот прочитал дополнение в чате, который утверждает, что вообще арабы не участвовали ни в каких избиениях, демонстрациях, и это все начал Израиль, и полиция, которая грубо обращалась с молящимися, то этот же имам скажет следующую вещь. Это потому, что евреи израильтяне знают, что в Рамадан нам наиболее тяжело, мы не кушаем 30 дней по 14 часов в день, и именно в этот период, когда мы такие слабые, нам решили такую вот утку подложить. Это будет ответ мусульманина, не каждого, но некоторых мусульман. Если спросить людей с израильской еврейской стороны или нейтральных людей, я не знаю, есть ли ответ. Я не знаю, чем руководствовались эти еврейские семьи, которые именно вот в этот момент, в праздник Рамадан пришли. Была ли это спланированная акция специально, потому что это Рамадан, или просто так совпало, я не знаю. Правда. То есть, ну, наверное, когда-нибудь мы узнаем, если кто-то из них признается или скажет, что тут нечего искать, никакого подвоха нет, сложно однозначно ответить на этот вопрос. По поводу совпадений уж очень много. Да, вот добавляют нам в чат, что именно в праздник Рамадан, в период, когда он шел, было вынесено решение Высшего Суда Справедливости о том, что да, эти 8 семей, незадолго до Рамадана, эти 8 семей должны выехать, и это было триггером, который уже зашел на праздник Рамадан. И вот один из вариантов ответа, что суд вынес решение выселять эти 8 семей, и пошло недовольство одни с другими и так далее. И второй вопрос. Вот там просили, начали говорить, а что насчет Ливана? Просто тут начались новости, потому что дроны потихонечку начали оттуда летать. Смотри, я на следующей неделе планирую премьеру новой экскурсии своей в израильскую арабскую деревню, которая поделена границей с Ливаном пополам. Дико интересное место, закрытая военная зона, и мне туда армия дает разрешение привести группу. У меня уже за один день записалось 35 человек, поэтому на севере все будет хорошо, мы должны туда приехать. Был какой-то вброс вчера, что на границе с Ливаном какой-то взрыв, но потом большинство тех, кто в телеграм-канале постоянно пищит, все писали, что это какая-то хрень, и ничего не было на самом деле. И Хизбалла, террористическая организация в Южном Ливане, которая сидит, она, конечно же, озвучила, что мы, если надо, вмешаемся и поможем там братьям из Хамаса, хотя братья они постольку, поскольку, во-первых, Хизбалла шииты, а Хамас суниты, и нелюбовь шиитов-сунитов тоже нельзя отменять, это все еще актуально. Но кроме, они не могли ничего не заявить, потому что, ну, как-то надо выразить поддержку. Но самое неудобное для них, что может быть сейчас связаться в конфликт с Израилем, и потому что они видят, что происходит с Газой, и потому что они ослаблены гражданской войной в Сирии, в которой они активно участвовали, помогая сохранить власть. Вот, поэтому, ну, мне кажется, это последнее, чего они хотят, сейчас обострение с Израилем, и они этого не хотят, потому что, тем более, Ливан этого не хочет и так далее. Поэтому заявления громкие, да, ничего на севере пока не было, мы едем на следующей неделе, все хорошо. Спасибо. Так, вопросы пошли письменные. Что говорит Биби? Слышала, что в этот раз железный купол пропустил больше ракет. Это из-за количества выпущенных ракет или, соответственно, увеличивает цифру или процентах работы купола? Я думаю, что это из-за количества выпущенных ракет, потому что за три, за два с половиной дня выпущено более полутора тысяч ракет. Они специально выпускают это залпами, понимая, что железный купол с ним, эффективность железного купола не 100%, а 90 с чем-то. И их расчет, что запустив 50 ракет одновременно, две могут действительно не взорвать ракеты железного купола. И что говорит Биби? Биби решителен как никогда, в том числе потому, что это сильно поднимает его рейтинг. То есть он не смог собрать коалицию, и у него забрали эту возможность, потому что он не собрал. А те, кто по другую сторону политической жизни, они вроде бы смогут объединить необъединяемое, включая еврейские левые, еврейские правые и арабские партии объединиться в коалицию. Это очень сложно представить, но к этому идет. И поэтому Биби, который сейчас как бы потерял возможность собрать коалицию, так как не воспользовался, да, время закончилось, он сейчас как нельзя решителен, да, вот мы все вместе, мы покажем, мы уничтожим инфраструктуру Хамаса. И целое письмо есть вчера в Телеграме было о том, что мы говорим Хамасу такое-то, 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 а миру говорим, что если бы любая из стран, которая нас пытается осудить, оказалась под таким количеством выпущенных ракет, вы бы еще не так поступили, поэтому сидите тихо и не вмешивайтесь. Мы закончим операцию не когда вы попросите, не когда Хамас попросит, а когда мы посчитаем, что наши цели достигнут. С одной стороны, это дико поднимает его рейтинг, не знаю, насколько сильно. С другой стороны, правда, хотелось бы показать Хамасу, что мы сами правда решим, когда закончить, если уже они начали, чтобы в следующий раз они понимали, что мы можем воспользоваться этой атакой со стороны Хамаса, чтобы обеспечить себя безопасностью на много лет вперед. Просят рассказать о столкновениях на Храмовой горе, кто-то кидал сверху камни на стену плача. Был один такой случай, когда бросили пару камней, по-моему, позавчера, и людей эвакуировали от стены плача. Полчаса, час после этого уже люди вернулись, да, был какой-то такой инцидент. Не забывайте, что на Храмовой горе вверху тоже израильская полиция. То есть шанс, что оттуда кто-то что-то кинет, но это только где-то в уголке незаметно, и это сложно оставить безнаказанным. То есть вверху все контролируется, всегда контролировалось израильской полиции и иногда даже пограничной полиции. Ну что, ваши вопросы иссякли? Моя ставка, что... Ну, возьмем вот самый-самый дальний дедлайн. Моя ставка, что... Пять дней, это самый максимум, все будет уже тихо и хорошо, и будем решать, как дальше жить вместе в Израиле. Почему тогда зачистки мечети сделали? И вопрос, что такое зачистка? Но когда у тебя в мечети огромное количество булыжников, которые, несомненно, будут использованы против полицейских, то арестовать тех, кто этим занимается, хотя бы на пару суток, и разобраться, кто они такие и почему они такие радикальные, для полиции это важно, для Израиля это важно. И оружие на Храмовой горе часто прячут оружие. И был случай два или три года назад, когда этим оружием были убиты два полицейских, кстати, не еврейских полицейских, друза, арабоязычных друза. Но это неважно, они такие же полицейские, как все остальные, поэтому у израильской полиции безумно важно сохранять безопасность вообще, а на Храмовой горе в особенности. Было видео, пишут, как Коттель эвакуировали, и там собрали камни, собирали камни. Администрация Стены Плача говорит, что счет камней шел на сотни. И окей, я признаюсь, я не был у Стены Плача в последние несколько дней, и не могу знать, это было два камня или сотни. Но я, да, точно говорю, что это был один случай в один конкретный вечер, и вроде бы после этого таких инцидентов не было. А что такое сотни камней, которые сверху можно кинуть за 30 секунд, если это делают 10-15 человек? Вот, да, естественно, это очень грустно, что у Стены Плача бывает плохо с безопасностью, но в данном случае Стена Плача, это или Храмовая гора, или Центр Тель-Авива, или Петахтиква, или Димона, это все одна и та же тема. У нас нет места, которое можно сказать, что обязательно должно быть с самой лучшей безопасностью, а остальные не важно. Нам важна безопасность везде. Ну что, закругляем зум? Смотри, Паша, у меня еще такой вопрос в восказании, я просто хочу для себя разделить. Я для себя понимаю, что условно есть внутренние беспорядки, проблемы, это одно дело. Камни в храме, на стене, неважно, это как бы это внутреннее дело, если не должна разбираться полиция. А есть кейс, когда в одно государство летят ракеты со стороны другого государства. Не государство. Ну, она же является, ну, как бы газа является, так или иначе, из того, что ты сказал, частью, так или иначе, Палестины, да, ну, что-то типа мутная вода. Если бы это было государством, любой наш ответ был бы легитимен, и в мире бы никто ничего не говорил. Но пока это не государство, и они как бы частично на нашем попечительстве, это проблема, что мы отвечаем. То есть это типа как ваша территория, а вы не можете... То есть это тоже типа как внутренняя. Просто вот, ну да, это просто типа... Ну, мне кажется, с другой территории летят ракеты. Ты говоришь, ребят, антитеррористическая операция, вперед, зачищаем, как бы, да, теряем народ, но мы восстанавливаем какую-то просто защиту, мы защищаем свои границы. То есть мы говорим, ребят, вот с нас летят ракеты с другой территории. Все, спецназ, танки, значит, авиация, артиллерия, вперед. Ну, вот не хватает ресурсов, или это как бы, ну, такое, что ли, или другая какая-то причина. Другая причина. Ты сейчас говоришь как человек, который живет в России. Я прав? Ну, я живу в России, да. Я знаю. Подход такой. Есть проблема, решаем ее любой ценой. Ну, или почти любой ценой. Да, потому что это наша безопасность. В Израиле история, ну, это тоже верно, но тут есть немножко другая проблема. И я сейчас не только про коалицию, оппозицию, да, которой здесь много, про правых и про левых. В Израиле всегда стараются соблюдать баланс. Есть правые, есть левые, есть религиозные, нерелигиозные, есть мнения такие и другие. И в правительство, соответственно, тоже есть левые и правые, радикальные с одной стороны, радикальные с другой стороны. И прийти к решению вместе с таким людям непросто. В правительстве очень разные люди. У тебя есть от ультра-левых до ультра-правых. От ультра-светских до ультра-религиозных. И поэтому... Либо на тебе летят ракеты, либо нет. Одно дело, это камни в церкви. Окей, пожалуйста, баланс, все такое. Либо на тебе летят ракеты, либо нет. Ультра-левые политики тоже спускаются в бомбоубежище. Но если мы думаем, что они в бомбоубежище становятся ультра-правыми, нет. Они говорят, что эту ситуацию мы... К примеру, мы их вынудили. То есть они, конечно, грустно, что тебе летят ракету. Но надо искать свою вину в этом. Это не только они виноваты. Ну, грубо говоря, вот так. Теперь, почему с точки зрения средств уничтожить такое понятие, как Хамас, конечно, скорее всего, с мирными гражданскими жертвами каким-то количеством, можно за, ну, я бы сказал, учитывая все тоннели под землей, ну, неделя. Но я уже говорил о том, что ты должен взять этих всех жителей и сделать израильтянами равноправными, не людьми второго сорта, людьми, которые могут голосовать и проголосовать за палестинского премьер-министра в следующий раз, потому что их на 2 миллиона станет больше. Плюс Израиль не уверен, что такое ответственность. То есть завоевать газу можно вот так. Вопрос, что делать потом? Во-первых, мировое сообщество скажет, вы опять оккупанты, вы оккупировали газу. Во-вторых, заниматься еще двумя миллионами людей, которые, может быть, очень не любят Израиль, сделать их полноправными израильтянами. Это все факторы, о которых ты должен думать. И в Израиле об этом правда думают. Не говоря уже о том, что если где-то чуть ты чрезмерно проявил силу, иногда случайно. Иногда ты сбросил бомбочку рядом с домом. А в Газе все знают, что Израиль предупреждает всех, чтобы эвакуировались из дома из-за здания, которое будут взрывать. Это каждый день мы видим. Но Хамас иногда не разрешает этим людям покидать дом. И появляются жертвы. Хамас не выпускает их. Они не могут выйти из дома, хотя знают, что его будут взрывать. И они погибают. И это мирные жертвы. И дети тоже в этой эскалации насилия, по крайней мере, по данным здрава Хамаса, из 67 погибших в Газе, подавляющее большинство боевики Хамаса, включая серьезных лидеров. Но там есть, они пишут, 15 детей. Потому что такие ситуации происходят. Израиль иногда говорит, что раз в 5-6 лет провести там операцию и потом в 6 лет жить спокойно, это может быть пока лучше, чем, не знаю, чем 2 миллиона палестинцев, ненавидящих, к примеру, или не любящих Израиль, сделать израильтянами. Ну, как бы, много факторов есть. Ну, такое, то есть сейчас, как бы, это чисто политическое решение. Давайте, как бы, мы будем балансировать. То есть, окей, они ракеты, мы железный купол, потом железный купол версии 2, 3, 10, 15. И это последние 20 лет. Ну, то есть, понимаешь, из того, что ты говоришь, получается, что текущая ситуация – это норма. То есть, абсолютная норма. Временная норма, старшая постоянством. Это такая, как бы, нормальная ситуация, как солнышко взошло, так и у нас ракеты. Да, потому что боятся влево и вправо. Мы в Израиле боимся, что будет, если мы поступим радикально в эту или радикально в эту сторону. Окей, хорошо. В Израиле есть масса людей, которые говорят, ну, когда мы, наконец, решим эту проблему. Но в политике есть много факторов, о которых не думают. Нет, ну, в этом круто. Это, значит, свобода слова, значит, там, свобода, собственно, выбора, демократия, все дела. 5, 10. Даже слишком много, свобода слова. Я бы чуть-чуть уменьшил, если бы была. Кстати, вот было забавно, мы когда были на Таглите, там были, вот, соответственно, твои соотечественники. И там, реально, я прям помню, был какой-то спор такой, типа, да блин, они там вот что-то только разговаривают. Там, блин, да как? То есть, мне так понравилось. То есть, вот, именно такой, прям искренне, да надо там, значит, это вот, да нет, надо там разговаривать. А ты думаешь, почему русскоязычные израильтяне, и последние годы об этом много пишут, и особенно арабы об этом говорят, самые радикальные правые, это русскоязычные израильтяне, потому что они, у них бэкграунд Советского Союза, а потом стран после распада Советского Союза, и они понимают, что силой можно добиться всего, что угодно. А если говорить и все такое, ты ничего не добьешься. Да и у них это в крови, и поэтому среди партий правых очень много русскоязычных лидеров и депутатов. Паш, получается, что сейчас, ну, все обострилось. Ты говоришь, вот, там, пять дней максимум. Все, сейчас пока праздники, там, они немножко, у них ракеты заканчиваются, да. Кушать начнут целый день. Да, 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 все утихнет, они, может, подобреют после еды чуть. И что потом, придет кот Леопольд, скажет, давайте жить дружно, все утихнет, или как все это будет? И потом до следующего раза... Звук почему-то ушел, секунду. Наушники можно надеть. Я включил, но должен быть... А, все, я понял. Секунду, секунду, вот сейчас у меня появился звук снова. Я... Нармин, можешь повторить вопрос? Слышишь? Вот теперь слышу. Конечно. Смотри. Ой, покажи нам хоть Иерусалим. Какая прелесть. Смотри. Значит, я говорю, то, что сейчас все обострилось. У меня просто как раз родственники живут в Аку. В том городе, где арабы, евреи вместе, они всегда вроде как дружат, все нормально. Сейчас, естественно, там стычки на улице, горят рестораны и прочее, прочее. Пять дней пройдет. Ракеты перестанут, да, с Божьей помощью перестанут лететь. Стычки прекратятся. И что будет? Все опять все забудут и будут жить дружно или как? Вот это самая большая проблема. Почему я сказал, что это наиболее болезненно, то, что происходит внутри? С ракетами, ну, как бы мы знакомы и знаем, почему это, и знаем, что это ненадолго. Вот, а вот с арабами, которые бьют морду до смерти евреям, и наоборот, это новое явление. То есть вот этого мы не ожидали. Мы понимаем, что это радикальные какие-то молодежные группировки или одиночки. Но вот этого, это застало нас врасплох. И вот это вот потерянное доверие, вот это вот возьмет время восстановить. И понятно, что это меньшинство, а большинство арабское в этом не виноваты, как и еврейское. Но вот это серьезный раскол, который меня лично печалит намного больше, чем летящие ракеты. И это возьмет время восстановить. Ну, прийти к доверию, которое было неделю назад, возможно, еще 10 лет придется. Ну да, я тоже так подумала, потому что не может быть, что люди резко проснутся и станут опять дружить. То есть какое-то время должно уйти, а это реально большая проблема. Нормально общаться, потому что все понимают, что большинство нормальное. Но элемент недоверия у тебя в голове к тому, что это нормальный араб или нормальный еврей, который завтра, если что не так пойдет, и тебя палкой стукнет по голове, вот эта вот мысль не пройдет сразу. Да, страшно, конечно. Спасибо тебе большое за презентацию, тоже спасибо. Не за что. Паша, все-таки меня против в презентации, ты вставляй ссылки-то, а то у тебя что-то это там. Мне кажется, что... Я не делал на скорую руку. На скорую руку, ну окей, ладно. Ну, типа, мне кажется, что вот важно, знаешь, когда... Ну, понятно, что когда показываешь карикатуры, они такие как бы эмоционально накрашенные всегда, и это все-таки... Ну, не знаю, вот лично... Смотри, теоретически я мог бы вставлять ссылки, но многие сайты, откуда я это брал, они на арабском и на иврите, тебе не факт, что бы это помогло. Не, ну, гугл-переводчик, он все переваривает. Ну, я имею в виду... Ну, понятно. Просто, типа, если говоришь, что вот в ТикТоке есть видео, да, там круто, когда ты прям, типа, ссылочку... В ТикТоке уже это не найти, уже ТикТок вчера написал, что он убрал все эти видео. Да, Паш, спасибо тебе за подготовку, я надеюсь, ты тоже хорошо с нами провел время, как мы с тобой. Ну, видишь, что сижу на балкончике, кайфую, ну, хорошо. Ладно, я лопаюсь, да, все, всем спасибо. Спасибо. Все, тебе хорошо, здоровья, мира. Будем надеяться. Давай. Мне, чтобы оставить запись, сейчас не закрывать ничего? Миша, Миша ушел уже. Вначале мне сказали, чтобы запись осталась, не закрывать сейчас Zoom, правильно я понял? Я так поняла, что тебе нужно остановить трансляцию, да, и не закрывать Zoom сначала, пока видео будет там. Вот, сейчас завершение. У меня тут завершить конференцию для всех и выйти из конференции. Еще раз, что сделать? Еще раз, что сделать? Я так поняла, что тебе нужно завершить, да, конференцию? Выйти из конференции, да? Завершить конференцию, но не закрывать окно конвертации видео. Окей, пробую. У меня вышла кнопка назначить и выйти. Назначить нового организатора. Нет, это не то. Во-первых, я приостанавливаю остановить запись.